В период пандемии коронавируса в Северной Осетии был создан благотворительный фонд Эристон. Представители бизнеса республики объединились, чтобы помогать медикам, которые оказались на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Одним из предприятий, которые решили помочь, стал тракцентр во Владикавказе. Хеток Плиев продолжит. Устранить неполадки и подобрать нужную деталь – именно этим занимается в тракцентре. Предприятие специализируется на ремонте большегрузов. Несмотря на то, что работает оно всего год, дальнобойщики уже знают, что могут получить здесь квалифицированную помощь. Тракцентр очень хороший, сотрудники все нам помогают, все вопросы как бы решаются. Условия хорошие, предоставляют условия, помогают всегда. Это единственный такой центр в республике, ближайший только в Минеральных водах. Поэтому среди водителей большегрузов это место востребовано. За год у предприятия уже появились постоянные клиенты. И даже заключены контракты на обслуживание таких крупных компаний, как «Кастер» и «Спайка». Это логистические компании, которые занимаются международной перевозкой. Мы стремимся к тому, чтобы сделать полный комплекс, полный цикл работы, чтобы человек не бегал с одного места в другое. Кому-то надо приехать, отремонтировать свою машину, его посылать с одного места в другое, с одного в другое. Поедь туда, поедь сюда. Мы хотим сделать так, чтобы в наши услуги машину человек пригнал, или технику свою пригнал, чтобы мы полностью, а да я, сделали и отдали человеку. Руководители техцентра говорят, начали расширять предприятие. На этом месте будет стоянка для большегрузов и сельхозтехники. Появятся и дополнительные боксы, а также мойка. Кроме того, дальнобойщикам предоставят дополнительные услуги. Здесь будет душевая общая, она рассчитана, уже спроектирована на пять душевых, пять санузлов, и столовая будет для этих людей. Все условия будут. Это сейчас предприятие работает в привычном режиме. В период пандемии пришлось приостановить деятельность. Правда, запрет действовал недолго. Но даже за такой короткий срок руководство техцентра решило не оставаться в стороне и помочь тем, кто в этом нуждался. Предприятие внесло свой вклад в благотворительный фонд «Ирестон». Конечно, это тяжелое время для нашей республики, для страны. Чем могли, тем оказывали помощь. Мы маски покупали в больнице. Потом обращались еще некоммерческие организации за помощью. Там продуктовые наборы делали. Ну, такого плана помощь. Благотворительный фонд «Ирестон» создали по инициативе главы республики Вячеслава Бетарова. Как раз в тот момент, когда в Северной Осетии был пик заболеваемости, на помощь пришло бизнес-сообщество республики. Медикам передавали защитные костюмы, респираторы и маски, чтобы врачи могли продолжать свою работу и спасать жизни. Хиток Плиф, Александр Каджаев, Новости Осетии.